Тимур, а чего начался Ваш путь в сетевом маркетинге? Я узнал интересную информацию от своего товарища Александра Джена и заинтересовался этим. Я до этого был, как все люди, потребителем только. А что изменилось в Вашей жизни с тех пор, как Вы стали заниматься сетевым маркетингом? У меня появилось больше свободного времени. Я стал больше выделять времени семье. Стал чаще путешествовать за счет компании. Это очень важно. Это очень важно, конечно. Скажите, а что Вас мотивирует и что Вас вообще привлекает в сетевой индустрии? Пользу. Это невысокие слова. Это социальный проект. Для меня это очень важно. Почему? Я свою квартиру получил, вторую квартиру через кооператив в начале 90-х годов. То есть эта тема мне знакомая. А так как я финансист, я знаю, что такое риски. И когда я стал изучать про наш кооператив, это я вообще понял, что это очень здорово. И я вот вообще традиционный, ну как вот, человек с бизнесом. Я возглавлял многотысячные коллективы. Я возглавлял банк. Один из мощнейших банков в СНГ. Вот. И тем не менее, вот мне вот это вот нравится. Я говорю, что вот сейчас я приостановил деятельность всех своих предприятий. Занимаюсь только этим. Скажите, а почему вы ушли со своего большого бизнеса, с той работы, которая вас кормила, которую вы любили, которую вы отдали много лет? Почему вы ушли просто в сетевой бизнес? А вы знаете, я здесь, ну как вот, нормальный человек, я не знаю тут предпенсионного возраста. Я понял так, что здесь можно больше заработать с меньшей нервной нагрузкой. Вот из-за этого. А как отнеслись ваши коллеги, то есть по вашему банку, по вашей прошлой работе, как ваши близкие, ваше окружение отнеслись к тому, когда они узнали, что вы ушли в МЛМ-компанию? Мои родственники до сих пор не все понимают. Они говорят, ну, Тимур, а да, ну это дядя Тимур, как это так? Мы, говорит, вас не представляем. Когда у вас в приемной было 200 критаршек, у служебной машины, я говорю, ну вот, значит, я там. Они говорят, ну, говорят, парадокс в чем? Мы знаем, что вы там, где деньги. До сих пор по-разному люди относятся. Вы очень успешный в МЛМ-компании. Поделитесь секретом, что вам помогает стать успешным? Что вам помогает достигать такого успеха? Вы знаете, вот вера и жгучие желания – это не высокие слова, это на самом деле. Если я куда-то захожу, я всегда полностью отдаюсь. Ну, в этой работе. Я увидел большую перспективу. Это на самом деле так. А что вам помогает справляться с трудностями или с какими-то неудачами? Наверняка у каждого сетевика с самого начала бывают неудачи. Не всегда все получается. Как вы преодолеваете эти неудачи? Вы знаете, вот неудачи – это дело такое. Ну, видимо, жизненный опыт и так далее. Да, но для меня вот, я вот в компании полтора года. Полтора года. Вроде небольшой, ну, такой период, правильно, да? И тем не менее. Ну, я как человек бизнеса, ну, я знаю, что такое дисциплина. Дисциплина, в первую очередь, я подразумеваю самодисциплину. То есть организованность и дисциплина. Ну, естественно, планирование. И никогда я не опускаю руки. Это мне помогает и занятие спортом, ну, и по жизни я такой человек. Если бы сейчас перед вами сидел человек, который не может принять решение сделать шаг в сетевой бизнес или не сделать, какие бы аргументы вы привели, почему ему нужно заниматься сетевым бизнесом? Ну, здесь, да, сложный вопрос, конечно. Конечно, я привел бы, наверное, свой личный пример. Потому что, когда, ну, человек сомневается, иногда нужно показать ему. Тем более мне, наверное, было бы проще. Потому что я человек, ну, я говорю уже, традиционный или линейный бизнес с вами. И многие мои знакомые, в том числе, ну, можно сказать, олигархи, приняли решение. Ну, есть такой термин, личный пример. Вот и все. Тимур, я вам желаю здоровья, благополучия, счастья от этой жизни, получать удовольствие. Всего вам самого доброго. Спасибо, Рома. Спасибо.